МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старший инспектор Люберецкого центра занятости населения Елена Павлова. Елена Юрьевна, здравствуйте. Добрый день. Вот и лето прошло, и самое время подвести итоги летней кампании по трудоустройству школьников. Насколько успешным было и ударным в плане труда это лето? Было все замечательно. Единственное, как всегда, хочется больше результат получить. Ну, вот смотрите, уже так как, в принципе, конец лета, мы можем подвести итоги, что у нас в июне работало 26 школьных бригад. То есть это 365 детей работали. То есть из местного бюджета им выделили для этих школьников 1 миллион 700. Это примерно получается где-то 2 500 они получали. И еще федеральный бюджет выделил деньги, это еще 3 500. То есть около 5 тысяч они получили на руки за месяц работы. Но все познается в сравнении. Если сравнивать с прошлым годом, то количество трудоустроенных школьников больше? Ну и заработная плата, конечно. Нет, зарплата немножко подросла, но, в принципе, очень, конечно, нам всегда хочется, чтобы активнее работали и принимали участие в этой работе именно наши организации люберетские. Потому что вот с каждым годом становится все меньше и меньше желающих взять детей на летнее трудоустройство. Ну почему же это происходит? Из года в год ведь одно и то же. Одно и то же, потому что, скорее всего, нет никаких льгот с детьми. Все-таки нужен какой-то контроль. И, опять же... В общем, дополнительные хлопоты не нужны никому. Да, никому не нужны. Опять же, понимаете, как организации Люберец, они организовали только 4 рабочих места. В то время как в Литкаринг, хотя это гораздо меньше, было 15 рабочих мест, а в Дзержинском было 12. То есть чувствуете разницу? То есть там о своих детях побеспокоились организации, но люберцы почему-то вот, к сожалению... А что нужно делать для того, чтобы как-то вот решить этот вопрос? Возможно ли это решить, на ваш взгляд? Очень многие говорят, работодатели, что хотели бы иметь какие-то льготы. Но не замотивированы они просто? Да, нет мотивации. То есть это на законодательном уровне сначала нужно решать этот вопрос? Скорее всего, да. Потому что, ну как иначе... Если человека ничем не заинтересовали, то, в принципе, это уже получается как волонтерское движение. Конечно. Руководителю предприятия зачем нужна эта благотворительность? Поэтому. А кто финансирует подростковую занятость? Это областной бюджет или федеральный? И тот, и тот. То есть вот и областной бюджет выделяет на это деньги, и, естественно, Московская область выделяет на это деньги. Сколько желающих в этом году было трудоустроиться, и сколько по факту трудоустроено? Ну, в процентном соотношении, можно сказать. Ой, ну, если вот не брать школьные бригады, то, ну, где-то 3% из желающих только получили места рабочие. А по какому принципу вот эти 3%? Кто первый пришел? А, то есть кто быстрее, кто успел? Да. То есть уже в мае дети начинают подавать заявки, хотят работать. Если речь идет о летнем трудоустройстве школьников, то о каком возрасте мы говорим? 14-18 лет. То есть это семиклассники? Ну, да, причем по законодательству они же не полный день работают, поэтому работодатели все-таки берут 16-17 лет более как-то... Там другие условия? Да, они больше времени работают, и уже, может быть, не нужны органы опеки. А здесь нужны органы? А здесь, да, согласие органов опеки нужно. А кто оформляет это согласие? Работодатели или школьники? Нет, школьники с родителями. Понятно. В общем, хлопот достаточно много. Да, много, да, и поэтому работодатели не всегда хотят с этим заниматься. Елена Юрьевна, какие условия труда должны быть созданы для школьников? То есть в зависимости от возраста у них сокращен рабочий день. То есть обязательно нужен человек, который курирует их, контролирует их работу. То есть это специалист предприятия должен быть, да? Да, специалист предприятия обязательно. Наставник? Наставник, как хотите это называйте, но вот человек, который к ним прикреплен на время их работы. Хотя вот очень много одно время вот Почта России брала, налоговая инспекция, прям туда шли дети бригадами, чуть ли не каждый год они одни и те же, с удовольствием занимались. Четырехчасовой у них рабочий день, да? Четыре, да, и шесть. То есть четырнадцатилетки работают четыре часа, с шестнадцатилетки шести часа вы работаете? Ну это практически полный рабочий день, как ни крути. Ну они все равно считаются по закону несовершеннолетними и в любом случае за ними нужно присматривать. И заработная плата пять тысяч с чем-то, да, вы сказали? Бригады, если работают на предприятиях, около десяти тысяч, в зависимости, ну кто-то восемь платит детям, кто-то десять, а вот они в итоге за месяц получают. То есть я считаю, что это неплохо для детей. Ну неплохо, конечно, особенно если есть желание у ребенка подработать. Да, и желающих очень много. А чем занимались ребята в этом году в основном? В основном это зеленое хозяйство, это комплектовщики, других вариантов в этом году, к сожалению, не было. Комплектовщики это где? На каких-то предприятиях? Да, вот они работали, сейчас я вам даже скажу, значит, в Лыткарине это ПАО «Союз», вот они там работали. Двенадцать мест. Двенадцать мест, да, то есть они работали и в зеленом хозяйстве, и комплектовщиками. Ну то есть это та работа, которая не требует какой-то квалификации и подготовки? Да, конечно. Они все, в принципе, могут работать вот в такой профессии, когда все-таки желание есть, а вот какого-то опыта особого не нужно. Скажите, так когда же надо бежать к вам в Центр занятости населения, чтобы, допустим, на следующее лето гарантированно получить место? Ну вот в мае месяцы уже приходят. К счастью, к сожалению, не знаю, но вот уже этот... То есть летних каникул не дожидаться, нужно за месяц как минимум становиться в очередь. А какие-то льготные категории есть? Многодетные? В этой вообще никаких категорий льготных нет, но как можно ребенка поделить на льготную категорию? Ну не знаю, может быть, дети из многодетных семей, может быть, у них какой-то приоритет? Я просто поэтому спросила. Нет, нет, абсолютно. То есть все детки одинаковые, да? Живая очередь. Понятно. Какие задачи вы перед собой ставите на следующий год в плане именно вот этой деятельности? Ну, мы все-таки продолжаем работать с организациями нашего Либеретского района и нашего Либеретского округа. Ну, не знаю, очень хотелось бы, что все-таки нас услышат и побольше организации откликнутся. Ну, вот школьные трудовые бригады, это однозначно мы будем в июне месяце организовывать. И чем больше детей, то... Ну, у нас нет такой категории, что вот этих мы возьмем, а этих мы не возьмем. Все, кто хочет, в школьные бригады может подойти. Причем к своим социальным педагогам подойти можно уже там с 1 сентября и сказать, что я буду работать. К социальным педагогам в школе, правильно? И заявить о своем желании. А школьные бригады – это ребята, которые трудятся в школе в летнее время и получают за это заработную плату. Конечно. Правильно? Да. Ну, то есть, казалось бы, удобно и хорошо. Ну, удобно. Ну, вот единственное, что это один летний месяц получается, потому что школа потом все-таки уходит на каникулы. А июнь месяц вот востребован и очень. Елена Юрьевна, а если говорить о занятости школьников не только во время летних каникул, во время учебного года, вы можете что-то со своей стороны предложить ребятам, которые хотят подработать? Ну, в свободное от школы время, естественно. Ну, вот дело в том, что вот такой у нас как бы практики нет. Если все-таки есть такие желающие, то они, может быть, подходят уже конкретно в организации, которые могут их взять. Например, допустим, Макдональдс, KFC. Но опять же... Но это не с 14 лет наверняка. Да, это не с 14 лет. С 16 лет, и то, наверное, большой-большой вопрос, да? Да, то есть это все-таки... Ну, они... Все хотят брать постарше, чтобы не отвечать. Мне сегодня в рамках нашего диалога хотелось бы затронуть еще одну довольно важную тему. Это работа с гражданами предпенсионного возраста. Такое понятие появилось в этом году, да? Вот расскажите о том, как Центр занятости населения городского округа Люберцы работает с такими гражданами. Чем вы им можете помочь? Ну, во-первых, у нас сейчас появилось обучение. Вот этого... Так как возраст переходный в данный момент... Давайте напомним, кто является гражданами предпенсионного возраста. Гражданами предпенсионного возраста это люди, граждане, которым осталось 5 лет до выхода на пенсию. Причем на пенсию и досрочную это в том же включается. То есть понятно, что если человек выходит там в 58 лет, то за 5 лет до выхода он считается предпенсионником. Если он там выходит в 53, то за 5 лет он считается предпенсионником. Опять же, так как переходный возраст, иногда бывает, что это касается только обучения. То есть есть моменты, когда предпенсионный возраст немножко по-другому считается. Это какие моменты тогда? Это когда встают к нам на учет. То есть это касается выплаты пособий. Вам встают на учет по поводу потери работы, правильно? Да. И там немножко по-другому считается. Но мы сейчас это давайте затрагивать не будем, иначе запутаются. Мы сейчас говорим про учебу предпенсионного возраста. То есть это речь идет о гражданах, которым до пенсии осталось 5 лет. Да. И они хотят получить какое-то дополнительное образование. Я правильно понимаю? Все правильно. Сейчас у нас есть и федеральная программа, и Московская область. Это сделала свою программу, рассчитанную до 2004 года. То есть могут учиться предпенсионники. Причем и работающие, и не работающие. Сейчас мы с вами прервемся на рекламу. Ну а сразу после рекламы мы продолжим говорить о возможностях получить дополнительное образование гражданам предпенсионного возраста. Оставайтесь с нами. Я напомню, это программа «Открытый диалог». И сегодня у нас в студии гость. Старший инспектор Люберецкого центра занятости населения Елена Павлова. Елена Юрьевна, продолжаем наш разговор о гражданах предпенсионного возраста. Итак, мой вопрос заключается в следующем. Зачем гражданам предпенсионного возраста учиться? Какая необходимость? В каких случаях возникает эта необходимость? Ну, это часто вопрос задают. Дело в том, что есть люди, которые уже не работают по каким-то причинам, но хотят на что-то... Но не востребованы как специалисты. Или, например, они работают, но им нужно повысить свой уровень знаний, своих умений. Это тоже повод идти учиться. То есть если человек не работает по каким-то причинам, но хочет предпенсионник, но хочет обучиться, он идет в центр занятости и пишет там заявление о том, чтобы он хочет обучиться. То есть к этому заявлению он прикладывает свою трудовую книжку, СНИЛС, паспорт, образование, диплом, там у него свидетельство, что-то должно быть обязательно. Обязательно должна быть справка, что он проживает... В городском округе Люберца? Да, нет, что он проживает в Московской области. А, даже так. Или его... Ну это... Если он работающий, все-таки, его организация находится в Московской области. То есть вот эта программа именно для Московской области. То есть учиться могут и работающие, и неработающие... И работающие, да. Граждане предпенсионного возраста. Да, да, да. Ну вот по опыту, кто в основном к вам обращается? Мужчины, женщины, чему они хотят обучиться? Вот каковы нынешние тенденции? Вот смотрите, пока у нас программа только запущена. То есть это база вакансий, даже не вакансий, а... Специальности, на которые могут обучиться. Специальности, да, на которые могут учиться. Причем эту базу организовали Министерство образования и Министерство социального развития. То есть они... Какие специальности в этой базе? Там очень широкий спектр. Но самые востребованные, давайте, основные. Самые востребованные, это все-таки вот... Компьютерные, наверное, какие-то. Ну компьютерные, это да. Нет. А, да. Да, компьютерные, это востребованные. Востребованные, социальные работники востребованные. Ну это вот, да, наша соцзащита нашла у себя таких вот людей, которые хотят обучиться. Даже не то, что обучиться, а повысить свою квалификацию. То есть они работающие граждане социальной защиты, и они идут, естественно, на социального работника. Но это для женщин. Для женщин. Для мужчин это рабочие специальности, это электрогазосварщик, это какие-то коммунальные. Такие профессии, такие слесари. То есть, ну естественно, что на врача никто учиться не пойдет, да? Ну, несерьезно. Потому что, опять же, обучение не более трех месяцев. Кстати, об обучении. Вы даете направление в какое-то учебное заведение, либо обучение проходит на базе Центра занятости Люберецкого. Расскажите, пожалуйста. Да, вот сейчас мы к этому подходим потихонечку. То есть, помимо того, ну вот, захотел он учиться, да, гражданин. Написал заявление, принес этот пакет документов. Его Центр выбрал в базе вот этих вот перечных профессий. Выбрал себе специальность. Опять же, есть варианты, когда, допустим, его квалификация... То есть, он выбрал не то, что, в принципе, по его квалификации подходит. То есть, есть вариант пройти профориентацию на базе Центра занятости. То есть, подкорректировать свои желания. Опять же, если все-таки вот как-то уже откорректировали все, то есть, принимается решение. Проверяются его документы и принимается решение. То есть, об отказе или нет. Потому что бывает, что, допустим, он не является предпредпенсионником, как он все-таки рассчитывал. Он, ну, по каким-то причинам, может быть, уже отучился в каком-то регионе, а к нам приехал... И еще хочет поучиться. И еще хочет поучиться, да. Мне понравилось. Учиться никогда не этот... Ну да, это никогда не лишнее. Ну да, не лишнее, да. Согласна с вами. Поэтому, ну, есть какие-то варианты. Если все-таки он... Его признают, что все у него в порядке, он идет учиться. Опять же, в этой же базе есть учебные заведения. А, с которыми центр занятости заключил договоры на обучение граждан предпенсионного возраста. То есть, он просто ждет, когда... То есть, этот трехсторонний договор заключается между гражданином, центром занятости, учебным центром. И он идет учиться. Три месяца. Ну, объективно говоря, ну, наверное, это не такой большой срок. Тем более, наверняка, занятия не ежедневные, да. Возможно ли получить качественное образование за три месяца? Я думаю, что все-таки это как дополнение. То есть, это не с нуля. Ну, очень... База должна быть. Да, должна быть, потому что, как правило, идут, ну, дальше развиваться. То есть, что-то я не знаю, что-то я не умею, вот я хочу это дополнить. А так, конечно, ну, что совсем я этим никогда не занимался, а вот вдруг решил... Ну, то есть, это скорее курсы повышения квалификации? Ну, не могу, конечно, так сказать, но вот пока вот это вот все-таки больше востребовано. Может, просто граждане у нас еще не все знают, что есть такой вариант, когда можно этому обучиться. Елена Георгиевна, то есть, если я правильно поняла, все-таки одного желания получить, ну, допустим, какую-то определенную специальность у человека недостаточно. Окончательное решение, будет ли он учиться по этой специальности, либо не будет, принимают специалисты Центра занятости, изучив его документы. Правильно? Да, конечно. А если вот он хочет сменить специальность, ну, это же тоже право человека. Что тут плохого? Нет, ну, опять же, ради бога, он может ее поменять, если... Но только за свой счет? Нет. И здесь он может поменять. Ну, просто если он, допустим, условно работал там рабочим зеленого хозяйства и хочет вдруг выучиться на какого-то переводчику... На дорожном хозяйстве. Ну, не, на дорожном, понятно, тут вроде как-то этот... Ну, бывает такое, что вот... Да, английский язык он хочет выучить, быть переводчиком, действительно. Это понятно, что за три месяца он вряд ли и английский выучит, и любой другой язык, и, ну, наверное... Вряд ли. Объективно. Да, объективно, но смысла в этом нет. А давайте немножечко цифры, статистики приведем. Сколько граждан в этом году вы направили на обучение, и кого конкретно? Мужчины, женщины? Пока вот никого еще не направили. Сейчас идет это в процессе, но до конца года мы должны обучить больше ста человек. То есть в данный момент, если кто-то видит нашу программу из телезрителей... Да, может обращаться в Центр занятости обязательно. Время не терять, бежать к вам. Ну, бежать, может быть, и нет, но все равно, да, подумать и прийти к нам. Мы только ждем. То есть процедура достаточно длительная. Те люди, которые к вам уже обратились и заявили о своем желании получить дополнительное образование, учиться-то они по факту начнут только со следующего года, правильно? Нет, они уже в этом году могут пойти обучаться. А, ну просто сейчас задача ваша запустить вот этот весь механизм и начать работать в этом направлении. Потому что у нас как-то информированы все-таки больше граждане предпенсионного возраста, которые уже работают. Вот про них можно я немножко отступлю? Да, конечно. Тем более наверняка там есть какие-то нюансы. Нюансы есть, потому что помимо того, что они могут обратиться к нам, они могут обратиться к работодателю. Если у работодателя есть возможность, он может их обучить на своем же предприятии. То есть собрать там какие-то определенные документы и вот от отрыва, без отрыва от производства он их может обучить. Ну идея-то вроде неплохая. А предпринимателям и работодателям это нужно? Ну вот посмотрим. Я надеюсь, нужно. Есть интерес? Их работники, то есть если они повысят свой уровень квалификации, то, наверное, смысл есть в этом. Ну все-таки как бы работодатель заинтересован, чтобы у него работники были более образованные, более грамотные. А если работник больше заинтересован, чем работодатель и сам изъявляет желание? Вот он работающий, гражданин предпенсионного возраста, пришел к вам в центр занятости. Для него ровно та же процедура, как и для безработного? Нет. К сожалению, он должен все-таки через своего работодателя идти. Ну а работодатель-то с пониманием к этому относится? Вот сколько работодателей к вам обратились за консультацией, может быть, или хотя бы интересовались этим вопросом? Есть организации, которые активно, но есть, которые еще пока либо не знают, наверное, либо пока еще не решили, надо им это или не надо. Так как программа вот только запустилась, то еще пока вот... В общем, вам надо чаще и больше об этом рассказывать. Мы будем рассказывать, да, и мы поэтому вот с вами общаемся, чтобы чем больше людей нас услышит, тем больше людей к вам придет. Конечно. Скажите, пожалуйста, что касается обучения предпенсионников, какие еще есть нюансы, о которых мы должны сегодня с вами рассказать? Ну, во-первых, очень, в принципе, на предпенсионника, на обучение, на его выделяется очень государством большая достаточно сумма. То есть это 68 тысяч, да? На одного? На одного, да. Человека, при том, что если человек не работает, он еще получает стипендию. Студент? Да, считается студентом и получает стипендию. В принципе, неплохую, я считаю, что 11-280. То есть это... Ну да. Почему бы и нет? Тем более, если это человеку поможет дальше как-то организовать, трудоустроиться, да, найти свое место в жизни, то почему бы и нет, конечно. То есть программа очень замечательная. А для людей, для самих людей предпенсионного возраста это абсолютно бесплатно? Абсолютно. Главное попасть в эту программу? Нет, даже не то, чтобы попасть, просто их желание прийти к нам. Елена Юрьевна, ну, я думаю, что многих заинтересует. Давайте обозначим, где вас найти, куда идти, в какие часы, и еще раз коротко, какие документы необходимы. Значит, Люберецкий центр занятости находится улица Комсомольская, 19. Ну, это, в принципе, я так думаю, что все найдут, все примерно знают, где это находится, да. Работаем мы с 9 до часу и с 1.45 до 6. То есть с 9 до 6 стандартный обед. Телефон на сайте можно на вашем посмотреть? Да, это все есть на сайте на нашем, то есть это 205-206 кабинет, это отдел обучения, можно подойти туда, поговорить, там все расскажут, объяснят, как это будет проходить, потому что, ну, понятно, что это не одного дня дело, то есть это надо принести документы, это все-таки проверка. То есть она недолгая, но это все равно время, это в течение где-то, ну, может быть, месяца человек будет ждать. Вся информация есть в интернете? Значит, вся информация все-таки пока еще в 205-206 кабинете. Лучше прийти проконсультироваться? Да, проконсультироваться, конечно, в любом случае. Ну и главное, наверное, упорство и желание. И тогда все возможно. Все возможно, обязательно. Елена Юрьевна, я благодарю вас за эту встречу, за этот интересный диалог. Я напомню, у нас в студии была Елена Павлова, старший инспектор Люберецкого центра занятости населения. Это была программа «Открытый диалог». До свидания, до встречи на канале ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова